День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Трущоба в центре. Жители дома по улице Себинарской, похоже, совсем отчаялись. Окно в мир. В исправительной колонии открыли цех по созданию оконных рам. Его зовут Летняшка. Экологический поход в Клепяковском районе собрал более 40 участников. Самый настоящий крик о помощи в социальной сети с фотографиями, которые совершенно не похожи на снимки жилого дома с улицы Семинарской из центра, стал настоящим вызовом для нашей съемочной группы. Экскурсия в гетто в самом центре города в нашем следующем материале. Семинарская, 35, центр города. Рядом славное десантное училище, площадь Ленина, сквер Маргелова. Из двора этого дома виден музей Павлова с резными наличниками. О таком расположении жилья вроде бы только мечтать. Но на удачном расположении плюсы этого дома заканчиваются. И как только входим в подъезд, нас встречает картина, которую жильцы наблюдают ежедневно. Не выдерживая таких интерьеров, люди пишут в социальные сети. Вот по такому анонимному сообщению наша редакция и отправилась сюда. Войн стоит на весь подъезд. Звонили, просили. Нам только обещают пробить душ и привести все в порядок. Уборщицы на этом доме нет от слова совсем. А также просим и жильцов этого дома не портить себе жизнь самим. И комментарии под постом соответствующие. Что за жесть? Тут реально живут? Лестница в преисподнюю, что ли? Мне иногда снятся кошмары, и там обязательно такие же лестницы и подвалы. Каждый раз просыпаюсь с криками. Здесь можно фильмы ужасов снимать. Там невозможно не то что жить, даже зайти на пару минут. Действительно, вступая в подъезд, вы оказываетесь окружены невыносимыми ароматами канализации, помоев и еще чего-то. Наступая на лестницу, старайтесь не вляпаться и не прикоснуться к чему-нибудь гадкому. Стучимся к жильцам, чтобы узнать, как они вообще здесь живут. Таракан очень много, вот в 48-й комнате, очень много тараканов развелось. Там невозможно жить. И подъезды? Бегают по комнатам, вообще никто не убирает. У нас вообще будет смерть людей. У нас подзвали, подзвали управляющих компаний уже года три, наверное. Там течет канализация, они вообще канализацию не ремонтируют. Там у нас душ в подвале, вообще невозможно прийти в душ, помыться. Там все залита канализация уже три года, а там комары с подвала. Следующая дверь. Здесь вообще все течет, мы уже не пользуемся, потому что сделали себе каждую раковину. А у кого нет вот новенькие, ну вот естественно здесь бардак, здесь надо все менять уже. Текло, мы на всякий случай подставим, чтобы все текло. А вот теперь нас ведут в душ. Дело в том, что дом этот построили в 80-х, как общежитие приборного завода. Помывочные есть не во всех комнатах. Говорят, когда-то здесь работал общий душ в подвале. С той стороны мужской, вот с этой женский. И были нормальные души, вот когда-то при заводе были приборным. А вот как вот отдали нас, это уже давно. И вот так вот все. И когда приборный завод вот следил за этим, вот трубы менялись и все. А сейчас все вот здесь вот так плавает. Здесь надо давно-давно, я не знаю, пройдете вы здесь или нет, но здесь ужасно. Здесь, ну здесь вообще вот все плавает. И мне это уже давно. И поэтому, я не знаю, мы скоро утонем. Вот, ну здесь вообще дом-дом. И дело в том, что мы еле спасаемся от комаров. Они оттуда идут. Душ есть не у каждого. Жильцы обустраивают его как могут. А те, у кого возможности нет, получается, остаются ни с чем. Кстати, душа затопилась здесь уже года три назад, по словам жильцов. С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию. Семинарская, 35. Это ваш дом? Да. Скажите, пожалуйста, там вот души в подвальном помещении полностью залиты канализацией и людям мыться негде. Как-то будет решаться этот вопрос? Сейчас узнаю. Вчера должны были пробить. Вчера должны были пробить. Три года уж там они залиты. И там вообще невозможно даже зайти. Во-первых, не три года залиты. А во-вторых, мы каждую неделю устали оттуда ездить, кставать пакеты канализацией. Туда кто-то все время. Мы каждую неделю ездим, кставим пакеты. И не три года она залита. Понятно. А уборщицы там будет когда-нибудь? Там вообще невозможно зайти в подъезд. Грязь. Меняем. Что? Мы сейчас ее поменяем. Будет уборщица в следующей неделе. Надо сказать, доля истины в словах директора есть. В подъезде пустые банки и бутылки. А за это все-таки отвечают жильцы. В анонимном сообщении в соцсети, кстати, об этом тоже упоминалось. Но ситуация с антисанитарией, которую зафиксировала наша съемочная группа, крайне запущенная. Мусор от дома вывозить ответственное за это компанию, очевидно, тоже не считают нужным. Так и живут брошенные в центре города рязанцы, зарастая мусором, грязью и утопая в ароматах канализации. Говорят, что труд облагораживает, а иногда даже исправляет. В рязанской колонии номер 2 появился новый цех по производству изделий ПВХ. Как повлияла работа на тамошних сидельцев Валерий Седов. Цех по производству изделий ПВХ во второй исправительной колонии, пусть и появился недавно, работа здесь кипит уже вовсю. Трудится 10 человек в одну смену. 7 часов. В принципе, это производство не такое сложное, чисто технологически. Есть узкие места, которые оттачиваются, но люди вполне себе хорошо обучаемы. Были проведены соответствующие курсы, поэтому сложности, я думаю, сильно не возникнет. Цех начали строить еще в феврале. Инициатива одной из рязанских строительных компаний. Они профинансировали как строительство здания, так и покупку оборудования. Дальше обучение. В исправительную колонию каждый день приезжали специалисты, которые рассказывали про тонкости работы на каждом станке. Из тех, кто изъявил желание, бригада и сформировалась. Бригадиром стал Иван Петрейщев. До заключения он занимался монтажом стеклянных конструкций. Столярный опыт вполне солидный. В общем, человек в профессии не новый. Да и умения, говорит, пригодятся. На будущее для освобождения пользуются спросом. Сейчас такое производство. И вообще, как бы, для других осужденных очень большой шаг научиться здесь. Много у кого нет образования, опыта. Как бы, вообще, достаточно положительный этот шаг был сделан. В цехе по производству изделий ПВХ не производят остекления, вырезают только рамы. Профиль сюда поступает в виде мерных хлыстов. Затем по технологической карте их распускают на заготовки. Армирующий профиль соединяют с ПВХ и далее по процессу. За день одна смена может изготовить от 30 до 65 оконных рам. Все зависит от сложности изделий. А если бригада план выполнит, будут и поощрения. Если они будут выполнять норму выработки, выполнять сменные задания, то, как и ко всем осужденным на нашем производстве, они могут получать поощрение за добросовестный труд. Ну, это дополнительные свидания, посылки, передачи. И, в следующем, имея поощрение, они могут подать на изменение в виде наказания и выйти на свободу или изменить колонию исправительной работы. Как только цех заработает в полную силу, количество бригад рассчитывают увеличить. Будут работать в две смены. А зарплату уже получают от 15 до 45. Как и на каждом производстве в исправительной колонии номер 2. Здесь уже есть швейный и деревообрабатывающие цеха, а также металлообрабатывающее производство. Такая трудотерапия помогает решить сразу несколько проблем, уверяют в колонии. Осужденные получают профессиональные навыки на производстве в колонии, а после освобождения могут найти работу и окончательно попрощаться с криминальной жизнью. По крайней мере, руководство исправительного учреждения на это очень рассчитывает. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении астранца, обвиняемого в покушении на сбыт метадона и героина. В мае этого года на улице Интернациональная оперативники задержали 22-летнего неработающего из Средней Азии. При личном досмотре и возле дома полицейские обнаружили около 20 закладок с метадоном. В ходе обыска на квартире мигранта было найдено еще 100 свертков с этим же наркотиком. Суммарно полицейские изъяли 26 граммов метадона. Как было установлено, мужчина являлся участником этнической группы, занимавшейся бесконтактным распространением наркотиков с помощью интернет-мессенджеров. В его обязанности входило получение оптовых партий, криминального товара и их дальнейший сбыт. В ходе работы с задержанным оперативники установили, что он планировал забрать из тайника крупную партию героина. В укровном месте на улице Рыбацкой полицейские обнаружили сверток, в котором содержалось 733 грамма этого наркотика. Следователям следственной части следственного управления УМВД иностранцу предъявлено обвинение в совершении покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. На период предварительного следствия его заключили под стражу. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще одна важная информация от правоохранителей. В Рязанской области активизировались телефонные мошенники. Буквально за сутки они сначала оставили без сбережений рязанского детского врача. Это более миллиона 700 тысяч рублей. И по той же мошеннической схеме обманули учителя из города Рыбная на миллион рублей. По фактам мошеннических действий возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Во время телефонного разговора мошенники не дают время на раздумья. Постоянно держат в эмоциональном напряжении потенциальную жертву, не давая ей трезво обдумывать происходящее. У МВД России по Рязанской области настоятельно рекомендует не принимайте решения на фоне паники. Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. «Летняшка-2022» – так называют организаторы эколого-туристический поход спортсменов и активистов детских и молодежных объединений общественной организации «Лист». Его провели в Клепяковском районе на турбазе «Мещера». Вот так в гармонии с природой три дня и три ночи провели юные листовцы в окрестностях Мещеры. Более 40 ребят собрал экологический турпоход в Клепяковском районе. Самым запоминающимся для них точно стал многокилометровый марш-бросок до деревни Ершова. «Разведай, выясни, спроси и помоги». По лучшим тимуровским традициям стали главными девизами похода. Всегда приятно, когда ребята вместе занимаются каким-то полезным общественным делом. Вместе проводят время, весело. Время в походе сжато до предела. У участников фактически нет ни одной свободной минуты. Мастер-классы сменяют спевки, конкурсы, выступления, экологические акции. А завершает все задушевный разговор. За каждое удачное выступление участник получает бонус-наклейку, которая тут же приклеивается на отрядную газету, наглядно показывая, кто лидирует, а кому еще надо подтянуться. А еще здесь есть шальной футбол. За 10 минут команды могут, изменяя правила, заморозить противника на 30 секунд или уменьшить размер его ворот, а если надо, перейти на игру руками. После двухлетнего пандемийного онлайн-общения «Лист» возвращается к активной деятельности. Мы как раз снова возродим в них вот этот дух активной деятельности. Они зарядятся, приедут в свои школы, в свои районы и смогут продолжать развиваться и делать что-то лучшее на благо нашей планеты. Потому что ведь девиз нашей организации – пусть мир изменится вместе с нами. Мы меняемся и помогаем нашему миру меняться вместе с нами. Организован поход общественной организации «Лист» при участии в Управлении образования и администрации Клепиковского района. Полина Сидорова и Анастасия Чучина были признаны лучшими комиссарами областной организации в последние годы. Впереди у «Листовцев» осенние и зимние интенсивы, а также важные экологические акции. Материал снят в школьной телестудии «Марс ТВ» специально для телекомпании «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова